Да, смотри вон туда, на камеру. Ты молодец! Привет, друзья! Вы на канале ДРТ Клаб. Меня зовут Лена, а вот этого маленького пушистого беленького волчонка зовут Джек. Когда в вашем доме появляется вот такой маленький пушистый комочек, вы не задумываетесь о том, что буквально через каких-то пару лет он может начать кардинально менять свой окрас. Но проходит время и любимую пушистую мордочку начинает покрывать седина. Так почему же все-таки сидеют собаки? В чем кроется причина этого явления? Давайте сегодня вместе в этом разбираться. Сейчас нашему Джекушке уже 11 лет и его мордочку, бока начинает покрывать седина. Да, нередко на улице прохожие задают мне вопрос, а вот эти вот белые волоски на его мордочке, это что, седина? А неужели собаки тоже сидеют? Да, седина у собак это вполне естественное явление, так же, как и мы, наши с вами питомцы подвержены возрастным изменениям. Отмечается, что крупные собаки начинают сидеть с 6 лет, средние 7, а вот мелкие хвостики с 8 лет. Но питомец может начинать сидеть и гораздо раньше, примерно в возрасте 2-3 лет. И этому способствует множество факторов. Наследственность, окрас, условия содержания. Но вы должны понимать, что, как и у человека, ранняя седина у собак не говорит о проблемах с его здоровьем. Так в чем же кроется причина появления седины у собак? Гипотез много. Я не буду сегодня рассматривать какое-то научное объяснение появления седины у возрастных собак. Давайте же определим, что влияет на появление ранней седины у наших четвероногих друзей. Ученые долго не могли объяснить раннее появление седины у молодых животных. Но в 2011 году командой медиков под руководством Роберта Левковица было проведено исследование влияния разных факторов на появление ранней седины. Было отобрано около 400 собак в возрасте от 1 до 4 лет. Причем размер и порода абсолютно не имели никакого значения. Однако светлые четвероногие, у которых сложно было выявить седину, не принимали участие в исследовании. Отбор животных происходил рандомно. Их искали в ветеринарных клиниках, на выставках и просто на площадках и в парках для выгула. Каждая собака была сфотографирована в фаз и в профиль так, чтобы можно было определить степень седины. После этого всех собак разделили на 4 группы. Первая – эта седина отсутствует. Вторая группа – частичная седина только на фронтальной части мордочки. Третья – значительная седина, которая охватывает половину морды. И четвертая группа – морда полностью седая. Следует отметить, что большинство собак не имели седины. И лишь только 20% исследуемых животных было отнесено к группе с частичной или полной сединой морды. Кроме того, владельцам барбосов предлагалось заполнить анкету, которая состояла из 42 вопросов, где в том числе были вопросы о тревожном, импульсивном состоянии питомца, его страхах, возрасте, размере, поведении, количестве собак или кошек в доме, на какое время они остаются дома одни, были ли они кастрированы, имели ли проблемы со здоровьем и знают ли какие-то основные команды. Анкета была разработана таким образом, чтобы владельцы собак не догадывались об истинных целях исследования. Им сообщалось, что оно связано с оценкой образа жизни домашних питомцев. Поэтому, кроме всех прочих вопросов, в анкете присутствовали такие вопросы, например, как и есть ли у вашего питомца прибылые пальцы. После сравнения всех результатов исследований, после сравнения анкет, после сравнения фотографий, ученые обнаружили интересную взаимосвязь. Оказывается, что собаки с выраженной сединой имели тревожное, импульсивное поведение, имели множество страхов. Например, владельцы этих собак указали, что их собаки, как правило, боязливы, склонны линять в новых местах, имеют склонность к разрушительству, когда остаются дома одни, сжимаются или отказываются идти на контакт с новыми людьми или собаками, очень сильно боятся грома, грозы, салютов или каких-то других природных явлений. В результате всех проведенных исследований ученые пришли к выводам. Первое. Медицинские проблемы, состояние здоровья, размер, цвет шерсти, пол, возраст питомца, кастрация или стерилизация никак не влияют на количество седой шерсти. Второе. Если отсутствуют какие-то предрасполагающие факторы, то седина, как правило, начинает появляться у собак не раньше 5-6 лет. Третье. Страх, стресс, нервозность, волнение, тревожность, боязнь громких звуков, незнакомых людей или собак приводят к тому, что питомец начинает очень рано сидеть, причем, как правило, изменение цвета шерсти начинается именно с мордочки. Так как же предупредить появление ранней седины у собак? Ответ прост. Не наказывайте вашего хвостика за его страхи, за его тревожность, за беспокойство и нервозность. Наблюдайте за его поведением и при необходимости как можно раньше начинайте работать с проблемой страха. Помните, что только при вашей поддержке, при вашем терпении и доброте вы вместе сможете справиться с его страхами. Удачи вам и берегите своих питомцев. Всем пока!